Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Десятка возвращается на линию. Поменяется ли маршрут долгожданного пассажирского транспорта? От его голоса мурашки по коже. Известный актер, диктор и телеведущий Сергей Чунишвили выступил в Барнауле. Откладывать нельзя. О важности эндоскопических обследований напомнили эксперты, которые приехали в Барнаул на конференцию. Долгожданное событие. 10 июня автобус «Десятка», которую так долго ждали горожане, возвращается на дороге Барнаула. Новый транспорт выйдет на обновленный маршрут. По сообщению администрации города, его сформировали с учетом обращений барнаульцев. Поэтому на этом автобусе жители индустриального района смогут добраться до центра города. Теперь «Десятка» будет курсировать от остановки «Ашан» до «Спартака-2». 12 миллиардеров проживают в Алтайском крае. Это данные декларационной компании за 2023 год. Ее предварительные итоги озвучил сегодня во время пресс-конференции руководитель Краевого управления Федеральной налоговой службы. О том, кому важно не забыть заплатить НДФЛ до 15 июля, что грозит неплательщикам, а также скольким жителям региона предстоит отчислять налоги за доходы по новой прогрессивной шкале. В сюжете Елена Макаренко. Времени на сведение дебита с кредитом остается все меньше. До 15 июля предприниматели, адвокаты, нотариусы, а также рядовые жители края, что получили доход от продажи имущества и должны были его задекларировать, обязаны заплатить налог на доходы физических лиц, или, проще говоря, НДФЛ. Сумма налога, заявленная к уплате, составила 1,2 млрд рублей, что на 144% больше, чем в прошлом году. До конца апреля о полученных доходах заявили, то есть сдали декларации в налоговую 154 тысячи жителей края. Из них большая часть те, кто форму 3 НДФЛ подал для возврата части ранее оплаченного налога, то есть для оформления налогового вычета, имущественного, социального, инвестиционного. Всего таковых 135 тысяч человек. Им в общей сложности вернется больше 4 млрд рублей. А вот 14 тысяч жителей края, в основном те, кто получил доходы от продажи имущества, декларацию вовремя не сдали. Их уже 16 июля могут настигнуть проблемы. Мы составляем акт, мы направляем его налогоплательщику. Он может представить соответствующие пояснения, документы. К сожалению, очень часто люди игнорируют наши материалы. Тогда мы уже, соответственно, выносим решение и начинаем принудительную процедуру взыскания. С налоговой шутки плохи, предостерегают специалисты. Особенно для людей с высокими доходами. По данным этой декларационной кампании, в крае проживают 15 человек с годовым доходом от 500 млн до миллиарда рублей и 12 миллиардеров. К ним уже сегодня применяют прогрессивный налог. Но со следующего года число жителей края, которые будут платить налог по повышенной ставке, увеличится. В зависимости от доходов будут применять пятиступенчатую шкалу НДФЛ. 13, 15, 18, 20 и 22 процента. Вот от 2,4 млн рублей до 5, да, это, так скажем, новая, более широкая категория. Ну, по нашим оценкам, 2,5-3 тысячи физических лиц, жителей Алтайского края, коснется эта норма. Хотелось, чтобы было намного больше. Налог в 22 процента, по предварительной оценке, будут платить всего 14 жителей края. Но о них, говорит глава налоговой службы, не нужно переживать. Лучше стоит порадоваться за многодетные семьи с низким доходом. Им НДФЛ снизят до 6 процентов. При этом 7 процентов из ранее оплаченного налога можно будет вернуть. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Вслед за краевыми парламентариями на летние каникулы ушли депутаты городской думы. Но прежде на заседании они рассмотрели ряд важных вопросов. Таких как индексация с 1 июля предельных размеров платы за услуги ЖКХ, исполнение бюджета города в 2023 году и возможность появления в Барнауле нового понятия. Гостевые маршруты. Данил Кузнецов с подробностями. Должны чувствовать, что люди в тех территориях наших российских, за которых мы боремся, отстаиваем их честь и нашу общую честь, они благодарны. Поэтому вот это нужно обязательно делать. Последняя сессия Барнаульской городской думы перед летними каникулами началась с награждения Павла Вкапашвили, который вместе с коллегами-депутатами помогает новым российским территориям в поставках гуманитарного груза. Благодарность ему пришла от главы Славяно-Сербского района. Далее по стандарту обсуждали повестку. Пожалуй, самый важный ее вопрос – исполнение бюджета города за 2023 год. Все параметры бюджета 2023 года у нас достигнуты и исполнены. Хотелось бы отметить, что в сравнении с 2022 годом у нас выросли собственные доходы практически более чем на 1 миллиард. И это, конечно, радует, это подтверждает, безусловно, развитие города. 1 миллиард не так много в рамках Барнаула. Но важно, что это налоговые сборы от НДФЛ, то есть от заработных плат. Поэтому такой доход – своего рода доказательство роста оплаты труда. Что касается трат бюджета, то их на полмиллиарда больше в сравнении с доходами. И это оправдано. Много важных объектов появилось. Мост у Нового рынка, школы в Спутнике и в Ласихе, а также садик в квартале 2038. Обсудили депутаты и такой важный вопрос, как создание городских гостевых маршрутов, которые будут проходить в исторической части города и по основным путям от аэропорта до центра. Мы изучали опыт других сибирских городов, где в рамках гостевого маршрута была образована краевая программа. Они отреставрировали фасады на центральной улице. Мы, кстати, к этому очень стремимся. Нам бы тоже хотелось, чтобы у нас появилась такая программа. С 1 июля вновь вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В преддверии этого момента депутаты обсудили компенсации жителям. Те, у кого повышение окажется более 14%, смогут подать заявление и вернуть часть средств. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. А далее о том, как в Алтайском крае собираются готовить операторов беспилотных летательных аппаратов для системы образования. Сегодня дроны используются во многих сферах жизни. Помогают ловить нарушителей, которые выезжают навстречу через сплошную. С ними спасателям проще мониторить лесные пожары и паводок. Уже сложно представить без дронов сельское хозяйство, геодезию, археологию. Казалось бы, обучение пилотированию должно быть таким же массовым, как и обучение в автошколах. Но нашему краю, как и другим регионам, пока далеко до этого. Как будут решать эту проблему? Смотрите сюжет. Эра беспилотников наступила и в системе образования. Сегодня с помощью дронов школьники могут решать задачи по робототехнике, радиообмену, а также конструировать беспилотники для разных сфер. Но вопросов остается много. Где в Алтайском крае взять столько преподавателей для нового предмета? И кто будет учить самих учителей? Обучение пилотированию предусмотрено в программе Алтайского педагогического университета. В октябре прошлого года ВУЗ выиграл грант на подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов. Этим как раз сейчас и занимаются будущие учители информатики, физики, технологии, а также преподаватели основ безопасности и защиты Родины. Ребята у нас сначала на симуляторах отрабатывают навык полетов, а дальше уже переходят к общему пилотированию на физические угромы. Базу технопарка оценил и познакомился с его преподавателями депутат Госдумы Александр Прокопьев. Для обучения пилотированию нужны не только беспилотники, но и квалифицированные преподаватели. Здесь в технопарке есть все условия для того, чтобы обеспечить кадрами образовательное учреждение края. В школьных программах пока предусмотрен только один частное знакомство с дронами в рамках предмета основы безопасности и защиты Родины. Но у школьников еще будет возможность своими руками поддержать настоящие коптеры. Сегодня 28 школ края претендуют на открытие специализированных кружков, в которых будут обучать навыкам пилотирования. Из 28 министерства образования выберет 18. В списке претендентов не только школы из Барнаула, Бейска, Новоалтайска, но и из сельских районов – Косихинского, Целинного, Троицкого. Прямо скажем, кто-то из села, деревни, например, как я. Если бы в мое школьное время это было, я был бы в дичайшем восторге. Потому что для меня первый полет, ну, не знаю даже, как описать, щенячий восторг был после него буквально. Я радовался, как ребенок. И это только начало. До конца года регион разработает программу развития беспилотных авиационных систем, которая позволит нам войти в новый нацпроект «Беспилотные авиационные системы», чтобы за счет субсидий приобретать учебные квадрокоптеры и другое оборудование в школы и колледж региона. Итогом нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в который наш край стремится попасть, станет обучение не менее одного миллиона специалистов по беспилотникам до 2030 года. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Рак толстой кишки можно вылечить почти на 100%, если его удастся обнаружить на ранней стадии. Этот факт вновь подтвердили эксперты, участники научно-практической конференции по вопросам эндоскопии, которые в эти дни проходят в Барнауле. Обменяться передовым опытом в этой области приехали ведущие российские эксперты из клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Подробности в сюжете. Мы начинаем первое вмешательство, доложили пациентку, молодая женщина, крупные камни. На экране эндоскопическая операция. Эксперты из разных городов собрались, чтобы поделиться передовым опытом и обсудить ряд важных вопросов. К примеру, как оказывать экстренную помощь больным с желудочно-кишечными кровотечениями. Взаимодействие врача-хирурга и эндоскописта. Продемонстрировали и новейшие методики диагностики заболеваний. Провели ряд операций. Кстати, принять участие в конференции мог любой желающий. Во всех городах России велась онлайн-трансляция. Будут проведены операции по лечению пациентов с онкологическими заболеваниями, с ранним, страдающими ранним раком желудочно-кишечного тракта, желудка, толстой кишки. Будут проводиться операции по удалению этих опухолей современными минимально инвазивными методиками. Внутри просветной эндоскопии, так называемой диссекцией в последствиям слоя. Это самые современные вмешательства, которые позволяют перевести лечение пациентов на современный высокотехнологичный уровень. Для населения уже не секрет. Чекапы надо проводить регулярно. Ведь очень важно вовремя диагностировать заболевания. Особенно тем, у кого в семье есть больные онкологией. Если родственнику диагноз поставили, к примеру, в возрасте 55 лет, то пройти важное обследование необходимо в 45, на 10 лет раньше. А в среднем нужно начинать обследоваться с 45, каждые 10 лет. По сути, если на ранних стадиях мы диагностируем рак, например, в толстой кишке, то выживаемость пациентов приближается к 100%. В запущенной стадии, как раз там обратная ситуация, выживаемость достаточно сильно снижается. Поэтому ранняя диагностика – это ключевой фактор в лечении этих заболеваний. А для того, чтобы возможна была эта ранняя диагностика, необходимо, конечно, современное оборудование, с одной стороны, в частности, эндоскопическое оборудование. Также необходимо уметь им пользоваться, подчеркивает специалист. К слову, высокотехнологичное современное оборудование для конференции предоставили ведущие производители. А алтайские врачи-эндоскописты получили новые знания и опыт от ведущих экспертов России. Это одно из значимых в жизни Алтайского края, в частности, медицинской жизни, все-таки событий, это конференция. Только благодаря вот такому обмену опытом мы внедряем, в частности, на базе краевые больницы, новые операции, которые позволяют нам качественно оказывать помощь жителям Алтайского края. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. Мода может быть не только красивой, но и экологичной. В Бийске с размахом отметили День экологии. Зачем школьники собирали пластиковые бутылки, целлофаны, старые газеты, узнаете далее. В Бийской школе номер один собрались самые модные, творческие и креативные личности. Здесь в День экологии состоялся городской конкурс моделей, созданных руками школьников из сбросового материала. Это совместный проект ребят из движения первых и регионального оператора Бийской зоны. А началось все с обычного эко-урока. Когда я шла к ним на урок, мы даже не подразумевали, что это выльется в такое большое мероприятие. Современных детей очень интересует тема экологии, они очень активно включаются, предлагают свои креативные идеи. Дети и молодежь интересуются модными показами и кутюром. Поэтому мы разработали концепцию создания нарядов из неперерабатываемых материалов. Школьники должны были не только самостоятельно изготовить модный образ, но и создать презентацию. Проект оказался настолько популярным, что поучаствовать в нем решили и воспитанники детских садов и Дома творчества. Так на красной дорожке появились летний бриз, кутюр от курочки, дон-жуан, балерина, звездочет. Учебный год закончил, но тетради по-английски мы решили не выкидывать. Все они на наших костюмах. Дорогие телезрители, в этом сезоне модны вот такие экологические сумки. Они сделаны из разных предметов. Я жду заказов. Принимайте! Почти три десятка моделей посмотреть модный показ собрались не только группы поддержки участников, но и жители города. Прекрасное мероприятие. Мероприятие для творчества детей, для их развития. Это очень не хватает сейчас современной молодежи. Я удивлена. 84 года прожила, такого не видели. У жюри глаза разбегались от парада моделей, ярких красок и невероятной фантазии юных бейчан. При создании нарядов они использовали полиэтиленовые пакеты, одноразовые стаканчики, салфетки, газеты и аудиодиски. Участники конкурса нас так удивили, что можно из вторичного сырья сделать такие костюмы. Я лично просто в шоке. Все участники конкурса молодцы. Вне зависимости от результатов, все получат призы. Кстати, о призах. Региональный оператор постарался. Здесь было за что побороться. Экобоксы для сбора пластиковых крышечек. Их ребята смогут установить в своей школе. Сертификаты на участие в игре «Охота в темноте» и суперприз «Акустическая система» с функцией караоке. Третье место заняла Мария Ермакова из Дома детского творчества с костюмом «Летний шик». Второе место у Дарьи Захаревой, гимназия номер два и ее образ ночной красавицы. Первое место Анастасия Манылова и Виктория Гришина с нарядом «Круэлла» из кадетской школы. Абсолютный победитель Алина Белоусова из первой школы с платьем «Эко-классика». Завершился праздник вкусно мороженым. Олеся Бедрева, Сергей Бертман. День с толком. Головокружительные наряды, классическая музыка и атмосфера XIX века. В Барнауле с размахом прошел Большой Пушкинский бал. По традиции мероприятие проходило в день рождения поэта. В этом году Александру Сергеевичу исполнилось 225 лет. Наша съемочная группа погрузилась в пушкинскую эпоху вместе с гостями бала. Танцу все возрасты покорные. Девушки в корсетах, пышных платьях, легких нарядах, экстравагантных украшениях и с веером в руках. Парни во фраках, костюмах и даже обычных джинсах и футболках. Разучивают кадриль, польку, вальс, мазурку времен Александра Сергеевича Пушкина. Приготовились и пятка на шоу. Пятка на шоу. Очень сложно, ноги путаются, не успеваешь перестраиваться. Все время думаешь, как бы, куда. Представляешь, если у тебя корсет был еще? Это вообще очень тяжело и сложно. Поначалу, когда все встают, немного теряется, но когда включается музыка, видно, как у людей горят глаза. И это на самом деле очень радует. Почему решила принять участие в пушкинской балу и вообще какие эмоции сегодня испытала? Сегодня был тяжелый день. Меня позвала подруга, я согласилась. Было очень весело, интересно и очень жарко. Среди начинающих танцоров были и профессионалы. Во время танцевальных па они вспомнили, как впервые шагнули в мир вальса и классической музыки. Я была, наверное, в середине 11 класса. Мы тогда с другом учились танцевать. Я узнала, что он куда-то ходит и говорила, что я танцевать не умею. Сейчас научу. И мы танцевали какой-то абсолютно ужасный квальс по квадрату, причем какой-то франкенштейновый. Он был абсолютно не в такт, не в музыку. Я путалась в ногах и думала, что после этого я никогда танцевать не буду. Но вот сейчас уже сколько, наверное, 8 лет с тех пор прошло. Пушкинский бал 6 июня с размахом прошел по всей стране. Гости прикоснулись к эпохе 19 века, окунулись в ее самобытную атмосферу и послушали романцы на стихи «Солнца русской поэзии». Все события и мероприятия, посвященные памяти великого русского поэта, Пушкинский бал также входит в их число. По сути, еще один повод напомнить молодому поколению о возможности взять томик стихов поэта и перечитать их. Тем самым вспомнить гения, которому само небо диктовало слова. Известный актер, диктор и телеведущий Сергей Чанишвили выступил в Барнауле. Это его первый визит в Алтайский край. Вместе с новосибирским камерным оркестром Чанишвили привез в краевую столицу сказки Пушкина. Сочетание произведений Пушкина и классической музыки. Сможем ли мы еще раз услышать, пожалуй, самый узнаваемый голос страны? Об этом расскажет наш корреспондент Ирина Корчагина. Как услышал царь-отец, что донес ему конец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел побесить, но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ – ждать царевого возвращения для законного решения. На же все! Солнце русской поэзии Александр Пушкин и, пожалуй, самый узнаваемый голос страны – Сергей Чанишвили. Известный актер театра и кино, диктор, официальный голос телеканала СТС. И это еще не все и в регалии. Чанишвили впервые выступает в Алтайском крае. Такой подарок жители региона получили к 80-летию Алтайской филармонии. На сцене диалог классической музыки Чайковского, Грига и бессмертных произведений Пушкина. Если первая история, она у нас заявлена, как сказка о царе Салтане, ну, немножко в таком необычном прочтении, то вторая подборка во втором отделении – это стихи разных лет. И, пожалуй, самое известное, что существует, это «Я вас люблю, хоть я бешусь», хотя, может быть, кто-нибудь еще в зале помнит «Роняет лес, погрянут свой бор». Пора, пора, душевных наших мук не стоит мир. Оставим заблуждения, сокроем жизнь под сенью единения. Сергей Чанишвили выступает в сопровождении филармонического камерного оркестра Новосибирска. Концерт «Сказки Пушкина» проходит при поддержке Министерства культуры в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Первый раз эта программа исполнялась 9 лет назад. В Барнауле билеты раскупили за несколько недель. При всем уважении, Сереж, к твоему голосу, как ни странно, в общем, несмотря на то, что у нас оказался довольно большой круг общих знакомых, мы до этого никогда не пересекались в Москве абсолютно. Но я счастлив, что как-то, в общем, с первого слова, благодаря твоему братному голосу, мы очень быстро нашли общий язык, и поэтому эта работа была очень легкой, творческой. Для тех, кто пропустил выступление Сергея Чанишвили, актер не исключает, что еще вернется в Барнаул. Я там был, мед, пиво пил и усы лишь обмочил. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Около 700 участников встретятся на Всероссийском фестивале традиционной культуры на Березовой Катуне. Праздничное гуляние традиционно проведут в День России. На этот раз мероприятие приурочено еще и Году семьи. Как пройдет одно из громких творческих событий, и чем порадуют творческие коллективы на этот раз, смотрите в сюжете. Поделиться опытом, научиться чему-то новому у фольклорных коллективов, попробовать блюда национальной кухни и не только. Каждый год здесь придумывают что-то новенькое, чтобы никто не заскучал. Казаки Алтая представят современное и старинное оружие, научат фланкировки, будут гости из Ростова-на-Дону, которые представят уникальные музейные предметы и расскажут о казаках Дона. И так уже 12-й год подряд на одной площадке собираются творческие коллективы из разных регионов России. В этом году приедут 46, и каждому есть что показать. У нас сшиты костюмы по этнографическим образцам. Мы подготовили материал, который одновременно является уникальным. Это песни двух деревеньев Скалманского района. Одна из песен известна даже на территории Алтайского края в нескольких вариантах. Но об этом мы все поподробнее расскажем на площадке. Количество гостей фестиваля на Бирюзовой Катуни с каждым годом идет в рост. Приезжают не только, как говорится, первоходцы, но и новые творческие коллективы. Благодаря фестивалю молодые люди не только не забывают обычаи, традиции собственной культуры, они ее развивают, продвигают и также имеют возможность познакомиться с особенностями культуры других народов. Напомним, фестиваль пройдет в регионе с 9 по 12 июня. Завершится мероприятие праздничным концертом в честь Дня России. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. Новость, которая многих порадует. Завтра открываются первые пляжи в Алтайском крае в городе-курорте Яровом. 8 июня там начнет работу бесплатный пляж «Причал 42». Сейчас на территории пляжа строят пресный бассейн. В этом году отдыхающих ждет новая красивая набережная, которая свяжет все пляжи курорта в единое кольцо. Напомню, в прошлом году на Алтайском море отдохнули почти 130 тысяч человек. А у меня на этом все. Если вы хотите рассказать о своих проблемах или поделиться интересной новостью, звоните. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Впереди о погоде, мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...